Всем привет! Сзади меня. Смотрите, что творится. Это мы с Витей решили залезть в нашу кладовку и перебрать бумагу подарочную. У нас там сверху всегда лежит подарочная бумага, пакеты, украшения на день рождения, на всякие гирлянды. У нас у Марселя пришел друг. Мы закрыли в зале дверь. Они там играют, музыку включают и, в общем, танцуют, прыгают. А мы здесь в зале. Сегодня мы собираемся ехать к Алине с Вовой. Как раз будет рум-тур. Но не просто так мы едем снимать прям для вас рум-тур. Это будет все вместе. У Алины сегодня день рождения. Исполняется ей 21 год. Сейчас покажу, что мы будем дарить. Поэтому нам нужна была подарочная бумага. Мы залезли, решили сразу там все пересортировать. Что-то пикает. Воспит, что? Все уже не пикает. Что-то пикало. Так вот, залезли мы в кладовку. Достали все. Сразу пересортировали все, что на Пасху, украшения, все, что день рождения, пакетики. И сейчас нам нужна была подарочная бумага. Покажу, что мы будем упаковывать для Алины. И не буду уже показывать, как мы упаковываем, как мы едем. В общем, следующий, наверное, уже кадр будет мы у Алины с Вовой в гостях. Нам надо еще себя порядок привезти. На улице погода мерзопакостная. Сегодня у нас, по идее, ну, уже как рождественский базар давно открыт. Могли бы сегодня сходить погулять, но в такую погоду неохота вылазить. Так что, в общем, начнем запаковывать. Сейчас покажу вам, будем запаковывать. Видите, сколько у нас там хлама? Ох, детки играются. В общем, эта вся бумага, которая у остатки оставалась с Нового года, подарочная для дня рождения. Тут на всякие разные случаи жизни. Даже на упаковывать, если посылку. Бывает же, коробка, да, какая-нибудь цветная, нужно отослать, и вот можно упаковать в нейтральную бумагу. Так, это я уже отобрала, мы это оставим. У нас еще мы вчера 4 рулона докупили. Вчера покупали подарок Алине с Вовой на Рождество, так что увидите все в следующих влогах уже рождественских. Так, тут у нас это все пустые вот рулоны. Это все буду выбрасывать. Это тоже уже буду выбрасывать. Ну, как, да, маленькая, но как бы такого маленького подарка у нас нет. У нас не бывает, и поэтому я и не знаю, куда ее. В общем, это на выброс. Вот это на выброс. Это уже 100-летняя, вся помятая. Там кусочек. Все это выбрасывается. Вот это в этой коробке у нас все пакеты лежали. Ну, как вот здесь внутри. Сейчас это здесь все мусор. Вот эти все пакеты подарочные я оставила. Здесь украшения деко на... Ну, как не только Рождество. Тут, видите, как ленточки всякие. И здесь еще материал такой блестящий есть. В общем, свечи, ну, все-все, короче. И это на день рождения такое все. Тоже два пакетика упаковали. Вот так вот они останутся. В общем, вот такие бокалы мы купили. Бокалы, блин, и все бокалы. Ну, бокалов уже под красное вино. Я сейчас, наверное, открою и вам покажу сразу, да. Потому что они потом будут запакованы. И, ну, я думаю, когда это видео выйдет, Алина уже будет знать, что у нее в подарке. Так что не страшно, да. Видео все равно выйдет чуть позже. Так, вот такие вот шесть бокалов шампанского для шампанского. Но почему по шесть взяли? Думала, может, по двенадцать. А потом думаю, нет, они молодые. Наработают себе еще что-нибудь другое. Заработают, вернее. Поэтому пока по шесть бокалов, чтобы вот было. У них есть стенка в зале. Ну, как, так что пускай поставят по шесть. А потом решат, что им. Может, они захотят какую-нибудь хрусталь, правда, купить зачем? Ну, и, в общем, будет Алине вот такое. Потому что я знаю, что Алина любит красное вино выпить. Ну, и вот Новый год впереди. Мало ли, вот, короче, на праздники, чтобы было. Ну, посмотрим, не знаю, понравится, нет. Я ничего не спрашивала, а так. Прямо стоит здесь, что сделано в Европе. И прям, что кристалл глаз какой-то. Ну, как кристальное стекло. Не знаю, как это понять. Но стоит, что хороший квалитет, да. Вот, сейчас откроем, посмотрим. Здесь эти стаканы на 250 миллилитров, а эти на 630. Мне очень нравятся большие бокалы. Вот, смотрите. Это вот под вино красное. Довольно-таки немаленькие. Есть еще больше, но совсем больше, как-то я не знаю, понравится, не понравится. Это уже дело вкуса, да. Поэтому вот такие. Они очень красивые, хорошие. Ну, как, да, классический вариант. Поэтому вот. Вот так вот они здесь стоят, видите. Тут 6 и тут 6. Ну, все. Упаковываем и поехали. Все. Подарочки мы закоповали, говорю. Ага. Запаковали. Запаковали. Вот так они будут выглядеть. Специально в разную бумагу запаковали. Ну, будет интереснее, мне кажется. Так что сейчас мы их сложим в пакеты. И будем выдвигаться. Марсель несет вови с Алиной. Мы решили отдать им под вино, который с виноградом был. Правда, я не почистила ничего, но они сами почистят. Приехали уже. Смотрите, какая погода на улице. Ну, вот мы приехали. Вот это дом Алины, получается. Вот этой стороны. Вот в этом вот здании. Ну, как по этому. Тут Алины родители живут. Вот это вот окно нижнее, это уже бабушка. Там со двора будет ее вход. И вот это вот, получается, вот эта пристроечка. Первый этаж. Это Алина с Вовой. Пойдемте покажу. Вот это ихняя спальня. Вот он и Вова. Вот это вот двор Алины с Вовой. А вон и Вова помогает сумки нести. Ну, вот. А с этой стороны вот у Вовы, получается, солиное окошко. Это зал, а вот это вот маленькая кухня. А на втором этаже это уже родительские, как комнаты. Вот. А два окошка снизу, это возле травы, это подвал. Ну, вот такой домик летний. Два гаража. Ну, такой, и, наверное, как навес для машины. Привет, работяга. Мы к вам в гости. Теперь уже темно. Ну, в общем, вот Алины и Вовины приступки. Это вход, да, Вова? Тебя там видно? Тебя не видно. В общем, если вот так вот здесь, видите, как заход к Алине с Вовой. Здесь вот дорога. Ну, темно уже, блин, что-то я опоздала. Короче, пока Алину поздравляли, здесь вот бабушкино, получается, окно у нее, зал и ее вход. Видите, со двора. Там машина, ну, блин, плохо уже видно. Извините, мы потом еще приедем сюда летом. Там зайцы, да, зайцы, кролики там живут. А вот видите, сверху уже родители. Он же луна взошла, пока мы тут. Ладно, сейчас пойдем домой. Теперь заходим к Алине и Вове в дом. Здесь очень маленькая арка такая. Ну, как раз для меня, как для гномика. Здесь, наверное, метр семьдесят надо. Вове, ты наклоняешься здесь, да, Вова? Да, Алекс, да. Вот здесь, короче, нет, Вова, ну, вот как раз, вот смотрите. Вова касается головой. Сколько тут? И здесь есть такие, да, жалюзи опускаются. А это вот окошко в туалет с решеткой. Заходим в коридор. И сразу с левой стороны у них туалет. Тоже дверка небольшая. По сравнению, если сравнить с зал, дверь проходит, то будет больше. Так что заходим. Добро пожаловать. Ну, здравствуй. Да. Вы давно хотели посмотреть, где Вова с Алиной живут. Вот так выглядит у них дверь входная. Давай заходи, давай сюда. Подождите, здесь картины с правой стороны. Три. Они видите, так. Представляете, пожалуйста. Это я и сделал. Это я и сделал. Это я. Ты и твои мя. Да. Здесь получается... Мне надо что-то покрасить. Короче, Вова здесь хочет сам потом ремонт переделать. Здесь пока здесь вот наша старая, которая была для обуви. Им как раз коридорчик очень маленький. Очень прям плитка эта была здесь. Здесь, короче, все так и была ложка. Почесаться сразу. Пробить обувь. Здесь зеркальце они себе повесили. Уже украсили к Новому году. А здесь туалет. Сейчас сходим. Открываю. Смотрите, мы в туалете. Здесь тоже маленькая арка. Дверь, ну, как маленькая по сравнению, как в зале, да, дверь. Здесь унитаз. Так, окошко. Окошко маленькое, но зато можно проветривать. Вот. И дальше здесь выключатель. Полотенчика. Батарея здесь. Очень сейчас тепло. На тройке такая теплень. Вот тут коврики. Алина с Вовой еще будут делать шкафчик сюда. Поэтому пока все вот моющее стоит в корзине. Здесь раковина. Плитка, конечно, годов 60-х, наверное. Как было, так и осталось. Единственное, стены покрасили. Здесь Алина вот сделала картину. Вот этот вот шкафчик. Вот она я. И этот шкафчик мы дарили Вове на день рождения. Он, ну, как классный, здоровский. Все, пойдемте в зал. А вот и зал. Наша Алина. Витя расположился с машелем. А тут Вова. Пойдемте сразу на кухню. Вова как раз там чай готовит, да? Можно? Да. Нам разрешили съемку. Сейчас. Да, это сейчас так, потому что мы привезли вот бокалы. Алина распаковала, вы видели, я вам показывала уже. Да, уберите, пожалуйста, я покажу. Да, сейчас. Вот здесь вот раковина. Это мы такой кавардак устроили, потому что приехали совсем. Здесь посуда. Красиво. Тоже шкафчики очень хорошие. Потолок деревянный. Вот такая лампа. Окно очень большое. Классно тоже. Видите, жалюзи снаружи. Здесь вот тоже шкафчики. Вытяжка. Это тоже работает. Ну, кухонька очень маленькая. Ну, как сказать, маленькая. Зато все это. Здесь такой шкафчик, вот мне нравится. Смотрите, угловой вообще классно. Под низом сразу холодильник стоит. Эту кухню покупали сразу. Вот у нас рук. Но она была вот в таком вот сразу. В хорошем состоянии, да? Плита, духовка работает, все. Здесь, видите, закрывается. И можно на одной поверхности работать, на другой как бы варить. Ой, вы этот купили, да? Филипс? У вас не было. Мы тоже давно уже здесь не были. Один год. Один год, да. Вова уже чай готовит, кофе. Ну, короче, для двоих, ребят, здесь вообще классно. Здесь картинка сверху. Ну, и вот получается, вот с кухни сразу можно в зал, из коридора в зал, да? Ну. Можешь чай делать? Можно? Да. Спасибо. Здесь вот стол компьютерный. Как вот от Вовиной комнаты они сюда привезли и поставили. Уже хорошо встал. Так как здесь мало места, нету раздеваться, где вот на дверях вешалка получается. Ну, вот стенка с телевизором. Ну, как для двоих вообще шикарно. Нам бы раньше такое в молодости. Классно было бы. А мы тебе чай, да? Да. Мы чай попьем сейчас с тортиком. Лампу Алина сама взяла, раскрасила цвета. Все разные, да? Эй, ты тоже. А, ты тоже. Но Алина сильно не понимает, поэтому, блин, неудобно по-русски разговаривать, конечно, сильно. Вот. И получается, это проход потом в спальню идет. Тут вот диван, ковер, стол. Смотрите, Алина, как красиво нам спекла сегодня тортика на день рождения. Вот такие свечи на Рождество. Ну, классно вообще. И так что ей понравился наш подарок. Вот. Смотрите, Алина красиво сделала. Мы ездили в Голландию. И вот ракушки с Голландией, с Канадой здесь тоже есть. Я на рамку обклеила ракушками. Классно. Здесь шторочки. Окошко тоже с жалюзями снаружи. Часы, да, Сайкас? Масалька меня отвлекает. Их чуть-чуть. Сейчас домой поедем уже скоро. Здесь вот часики. Там вот такой тоже столик. Видите, комнатки очень маленькие. Сколько здесь, я не знаю, даже 46 квадратов или меньше. А Далину буду спросить. А здесь вот спальня. Мне тоже разрешили, не подумайте. Только найти свет надо. Вот свет здесь. Вот. Заходим в спальню. Это наши куртки, потому что, я говорю, негде повесить. Здесь Вова с Алиной. Вот. Это спальня. Здесь получается один шифонер Алинин, шкаф, один Вовин. Вот этот был Вовин, этот Алинин. И Витя их вместе скрутил. Получается, здесь же Витя пол тоже ложил везде. Ну, линолеум. Вот. Но здесь места нигде ничего нету, поэтому здесь Вовин рабочая одежда. И гладилка, и сушилка. И они хотят сейчас что-то купить, чтобы здесь прикрыть вот это все. Ну, это все со временем, да. Самое главное, как свое маленькое, но свое пылесосик. Такой мягкий-мягкий вообще ковер. Кровать. Тоже две тумбочки. Вообще классно. Обои немножко другие. Вот так вот. Это Алина сама картину рисовала. То есть она красиво очень рисует. Здорово у них. Конечно, все со временем еще будет, да. На дверях тоже у них есть вешать как халаты, ветровки, олимпийки, что-то такое, да. Вот. А здесь непривычно, конечно, для всех. Для нас тоже было дико. У нас здесь стоит душевая кабина. Вот именно, да, в спальне. Представляете? Душевая кабина. А с этой стороны, конечно, этого не видно. Как стена. Поначалу, да, Вову, было непривычно, что там душевая кабина. Этот робот-бим. Ну, здесь шторочки, тоже окна, тоже с жалюзиями снаружи, да. И вот так вот. Ну, вот и все. Вот, ребят, весь и рум-тур. Так что, теперь вы знаете, где живет наша Вовочка. А так вообще, как очень хорошо. Я считаю, для молодой пары просто замечательно. Пускай наживают опыта, правда? Ну, вот так вы увидели, как живут Вова с Алиной. А на этом мы будем с вами прощаться. Мы уже приехали домой. Наш день подходит к концу. И пора немножко отдохнуть. Так что, пишите свои комментарии, кто что думает. Кому как понравилось. Оценивайте наши видео. Не забудьте подписаться на наш канал. Впереди вас ждет еще очень много интересного. А мы с вами будем прощаться на сегодня. Всем хорошего настроения. Хорошего времени суток. Пока-пока.